И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, всё так же с модом Arkham The Life. И сразу же хотелось бы сказать, здесь нету Анунаки, и хватит мне писать про Прайма. Я начну уже баниться такое. Ну, реально, это уже глупо. Потому что я каждый раз вначале говорю, что за мод. Вот, ну и собственно, как вы видите по этой картинке, по этой прекрасной, красивой картинке, вы понимаете, про что я буду рассказывать. Да и название написано Cloning Machine, и как-то они обзываются там, Cloning Machine, и Ark Factory, да. Да, собственно, выбил я очень много Cloning Machine, 13 Cloning Machine и 6 Ark Factory. Проще говоря, вы сами понимаете, шанс выбить Cloning Machine в два раза больше, чем Ark Factory. Ну, кстати, опять-таки же, я убил их не так уж и много. И честно, вот когда мы убивали 11, вместе с Адзако убивали 11 Додорексов, я не понимаю, почему ни одного обелиска нам не выпало. Но, да уж, как-то вот так вот, видать, шанс был порезанный. Вот. Сразу же давайте посмотрим, на что разбирается. Да, Cloning Machine, она разбирается. И что-то у меня тут все захламлено так конкретно. Я сейчас хочу все это убрать от этого. Что-то я как-то, ну, не подготовился к этой всей фигне. Кстати, ой, ёптель-моптель, это ж у меня как-то квест-то забился. Что-то я как-то не подрасчитал. Как у меня вес забился быстро. Кстати, не знаю, наверное, у меня мод влияет, бэтпак, но... Бронику надо каждый раз перенадевать при перезаходе в игру. Не знаю, с чем-то связано, когда-то я, конечно, посмотрю еще. Попробую убрать мод на бэтпак. Кстати, ДНК почему у меня валяется, у меня ставил все это время на крыше, если что. Но, к сожалению или к счастью... Ты же, зараза. Я... То есть он у меня просто-напросто исчез. Вот, и поэтому как бы все дело так. Не, все-таки давайте я все уберу. Все это в баню уберу от С2. И посмотрим, что он конкретно даст при разборе. Потому что, если честно, я сам еще не разбирал их. Я поэтому не знаю, что он дает. Вот, и поэтому мне очень самому интересно, что, да, когда, где. Кстати, мне Адзака написал способ, как добывать Матрикс Корр в бесконечном количестве. Тоже его сегодня проверим. Если все работает хорошо, то я вам покажу читерный способ, как добыть тонны Матрикс Корр только лишь своими усилиями. Так, сразу же одно. Ну, а, всего 100 металлов, как бы это не так уж и много. Вот. Ну, как бы, столько клонинга в машину-то и не нужно, поэтому, как бы, ладно, фиг да с ним. Так, ну что, давайте сразу перейдем к Аркфектору. Я думал, вам всем интересно, что дают обелиски и так далее. Они у меня тут стоят, так аккуратненько все это я немного в серию зафейлил. Потому что, ну, я, во-первых, начал искать из-за чего, точнее, что нужно для клонинга машин. Ну, а потом у меня просто игра вылетела. Да и вы сами прекрасно знаете, из-за чего я не смог, собственно, записывать серию. Так, ломзочка какая-то. Вот. И, собственно, я вам рассказал, что это когда-где. И сейчас все нормально, если вкратце. Все хорошо. Кстати, спасибо за подсказку. Написали, что... Написали команды какие. Если честно, вот это вот Destroy, я пытался, как видите, прописывал, и Destroy, в общем, и по-разному писал, но не убирается. Это чистый вид не убирается. Wild Enemy тоже не убирается. Wild не убирается. Destroy All Wild не убирается. Wild Enemies не убирается. Так не убирается. Так убираются все и свои, и чужие. Понятное дело, мне это не нужно. Если ввести Destroy Wild Dinos, вот тогда убирается чисто дикие динозавры. То есть Destroy All Enemies это проблема. То есть убираются все. То есть твои оказываются тоже для тебя же противника. А Destroy Wild Dinos это убирается именно динозавры. Спасибо за подсказку, но, к сожалению, у меня просто тупо игра виснет, потому что, ну, оператива у меня не хватает. Это личный мой сервак. То есть если бы только чистый сервак у меня был бы запущен, все было бы хорошо. То есть такая команда работает на сервере. И такую команду нужно вводить в самом начале, когда вы на модул и сервер себе делаете. Вводите ее с самым началом, перезапускает все динозавры, и все хорошо. Вот. Так, StatFPS у меня включен. Вот я здесь забыл, как он вводится. StatFPS. Потом вспомнил, что StatFPS. В общем, спасибо за подсказки. Очень сильно помогли. Так, ну и, собственно, перейдем к тому, что... Да, я, получается... Еще спасибо за подсказку, за то, как зачистить. Там говорили про саблезубов. Я думаю, нафига мне саблезубов? У меня три мешания, еще три разных мешания. Я сел на красного, призвал Альфа и Прайма за мной, и все. И погнали, короче. В общем, зачислили путь, и все хорошо. Так, ну и перейдем сразу же к ArcFactory. Да, я тут, короче, себе настройки... Я сейчас вам покажу настройки, таким утонул. Вот, 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 вот. И здесь все максимум, максимум. Здесь среднее. Я не знаю, из-за чего, но... Когда я поставил вот эту галочку... О, нет, вот эту галочку. Высокое качество уровень... Высокое качество уровень детализации. FPS прибавился. На 20. Сразу. Просто, то есть, тупо стоя на месте. Видите, FPS у меня промелькивает до 50. И это да. Но появились новые прогрузки. Но это прогрузки, возможность за... В общем, потом потестирую, и все нормально будет. Ну, и давайте смотреть. В общем, я здесь уже тестил. Как вы видите, добывают они ресурсов очень много. Добывают, если сейчас включаю, добывают очень быстро. Один. Тик. Можно так сказать, в секунду. Здесь я уже тестил, тестил. Я показывал что-то, когда-где. Но у меня еще остались пустые. И поэтому, чисто... Выключаем. Отлично. Что нам дает за один тик? Это Ark Factory. Ну, во-первых, стоит сразу заметить то, что она дает глину, песок, соль, шелк и так далее. Это все дает с проклятых земель. И что довольно-таки себе неплохо. Также стоит сразу заметить то, что дает все нужные культурные... Агрокультуру, короче, все выдает абсолютно все. Все ягоды, все овощи. Что довольно-таки себе неплохо. Опять-таки же, это все за один клик, можно так сказать. За один тик сколько дает. Основные ресурсы, типа камень, дерево, солома, шкура, хитин, кератин, металлическая руда, волокно, гель и кристалл дает по 15. Все остальные же ресурсы дает по 1. Самое, что здоровское, это дает редкий цветок, редкий гриб, электроника, ну, полимер. Понятное дело, полимер у нас там есть. Я имею в виду то, что мы не можем добыть с помощью жуков. Это жемчуг, редкий грибок, цветок, электроника и гель. Собственно, это все мы не можем добыть с помощью жуков и, ну, конечно, да, древесный сок и так далее. Это, конечно, не спор, тоже штука нужна. А, ну и, конечно, вот эти вот, то есть с помощью одной... Одной аркфектори нам мы добываем ресурсы просто тонны. И вот я вам включаю. Мы сразу же видим, что просто тикает, тикает, тикает и мы просто богатеем, богатеем, богатеем. Кстати, вот по этим мы можем определить, сколько было кликов, так сказать. То есть, сколько секунд прошло с момента. То есть, вот, 20 секунд, шлепс, и мы уже имеем довольно-таки нехилый ресурсов. Вот. К примеру, чтобы добыть некоторые, как древесный сок, 20 штук, нужно нехило так по деревьям полазить и подождать. Те же самые редкий цветок, ну, грибы еще более-менее добыть, а вот цветок уже сложнее сравнительно. То есть, допустим, руками уже добыть сложнее. А 20 электроники, это надо сраного тучи жемчуга, еще и металла, а потом переделан в электронику. Что тоже довольно-таки неплохо. Точнее, тяжеловато. А здесь мы сразу же все это дело имеем. Поэтому, имея даже уже 2, 3 или, как у меня, 6, это довольно-таки нехило вас бустанет. Я специально не ставил день, чтобы показать вам одну функцию клонинг-машин. Смотрите. Day. Наступает следующий день и сразу же включается 7 утра. Теперь мне уже команда, которую я прописываю на включение дня. Где-то она уже, по ходу дела, даже затерлась. А вот. Set Time of Day 8.00. Мне она уже не нужна. Сохраним еще раз мир. Вот. Просто клонинг-машин делает чудеса. Понятное дело, это только на локальных серверах или... Точнее, на локалке, либо на своем сервере. Но суть в том, что день вы включить можете. Причем, если я сейчас щелкну, то еще один день увеличится. Допустим, вот смотрим на 07.01 и 11 день, 12 день, 07.00. Все. То есть день включать мне теперь просто легко. Так сказать, мне теперь легко и просто. Ну, так сказать, закончили то, о чем я рассказывал в прошлый раз. Не считая то, что я клонинг-машин разобрал, я как бы это заметил уже позже. Вот. И, собственно, вернемся к тому, что было. Я, честно, не знал, что нужно делать и так далее. И как бы здесь-то сильно-то и не написано. Здесь шанс, ба-ба-бла, короче, и ничего более. Для того, чтобы нам клонировать, нужна вот эта оригинальная элемент. Честно, он нигде не отображает никаких ничего и кое-как нашел на видео у чувака. На видео нашел у чувака, у американца, находил что-то типа итальянца. Ну, такого-то италоязычного испанца, итальянца. Вот что-то типа такого тоже находил. Но я у него вот этих оригинов не так и не нашел. Так, уйди отсюда. А, сигналки-то пригодятся. Вот. Ну, просто делать нефиг, позапускаю. Вот. И, собственно, извиняюсь за мою хрипотцу, но я простыл. У меня горло продуло, так что я сейчас сижу тут, пою теплое молоко с медом и все хорошо. Как бы лечусь потихоньку. Из-за всех этих стрессов я очень сильно, сильно устаю и ко мне в этом году болезни липнут и липнут. К сожалению, в прошлом году было легче как-то мне. А стрессы? Да, стрессы с игрой. Потому что мне вот эти вот каждый день выпускать видео очень тяжело. И я задумываюсь о том, чтобы выпускать через день. Видео, да. Через день очень даже удобно. Я подумаю насчет этого. Чем разнообразится и так далее. Так что, возможно, возможно, там будет видно. Ладно, не об этом сейчас. О чем я говорил? Origin Element. В общем, Origin Element мы скидываем вот сюда. Собственно, это и есть материал для клонирования. Насколько я знаю, здесь весь инвентарь и так далее. Все это остается. По крайней мере, насколько там показано. Если не остается, давайте-ка я чипсовую заберу на всякий случай. Хе-хе-хе. Так, ладно, броньки все это говно отпускай. Чифс Матрикс я создал, чтобы это пойти. Я думал, все, у меня чипсовы закончились. Думаю, ебаный за ты. Ну и пошел, короче, создал Чифс Матрикс, пять штук. И такой думаю, блин, они же у меня где-то должны лежать. Так, надо запрыгнуть. Они же у меня где-то должны лежать. Я такой, смотрю. Ах, твою ж мать. Они у меня здесь лежали, короче, на сорок девять штук. Ну вот. В общем, ставим сюда Мишаню. Почему Мишаню? А потому что он у меня самый мощный из тех, кто у меня сейчас есть. Там же на видео... Как же он... Виверн, короче, каких-то клонировал он. Виверн, ну, не помню точно. Такс, теперь. На всякий случай выбил два. А, кстати, 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 я... С кого это выбивается и так далее, это я все расскажу, понятно, в следующей серии. Такой, вот я молодец. Вот. Но шанс выбить... То есть есть шанс выбить Origin элемент, а есть шанс выбить Arena Teleporter. Вот это, конечно, было полная подстава, потому что я это говно могу в АК WorldBench достать. Ну, блин, ладно. Зато я стелепортировался и знаю, что теперь, да как теперь. Так, теперь. Нажимаем. Клонинг процессинг. Мишаня сразу же убегает. То есть все, он типа зацепился, все дела. Видите, здоровье ничего не отнялось. Так, блинский, я явно куда-то не туда пошел. Все, начинается клонирование и ничего, так сказать, сверхъестественного нету. Там есть шанс типа того, что сделать левел другой, больше и так далее. В общем, это... Сейчас мы все увидим. То есть есть шанс, короче, то же самое и так далее. Все. Склонировался. Стоп. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот. Какую фигу у меня сам бежал вперед? Стоять. О, круто. Ковература, походу, начинает копыт отбрасывать. Ну вот, склонировался он 750-го левела. Если не ошибаюсь, то это тот самый левел, который у меня... Да, точно, у меня был 500 и плюс 250, 750 левел. То есть это тот, каким у меня был мешание до этого. Кстати, да, спасибо за подсказку. То, что на мишку, на этого мишку можно надеть седло. То есть можно просто так сесть на него, а можно надеть седло и добавить ему брони. Так, опять у меня он не хочет отыгрываться. Так, не следует. Не следовать. Стой, гад! Стой, у тебя в чем... Блуждание? Нет, не блуждание включено. Кстати, пол тоже склонировался. Прикольно. Конечно, если бы инвентарь бы склонировался, вообще было бы кайф. Ну да ладно. И все. А, кстати, сколько оригинал элементов мы потратили? Мне самому интересно. А, один элемент на одно клонирование. Супер! Очень даже супер, очень даже неплохо. И меня это устраивает. Теперь у меня есть два мощных мешанки. Причем реально мощных. Так, потому что то, как они намажут, это просто кайф. Так, и... Tiny, Large, High, Q. Medium, Small. Huge. Ну давай вот это вот оба возьмем. Посмотрим. Как видите, у меня очень дофига XP Potion. Это они здесь дофига, их так, 300 дал. А, это дал? Ага, это дал 240. Ну ладно. Теперь можно спокойно раскачивать... А, черт побери, чуть вес не вкачал. Теперь можно спокойно раскачивать ему... А, кстати, вес 32, 240. Давайте посмотрим у своего. Есть ли между ними разница? 37. А я что тебе, вес качал? И да, вот тот, что я тебе не качал, 2640. Откуда я такое число взял? 640 тысяч? Ага, у тебя... Ааа, так он еще и с рандомными статами выдает. Левел остается тот же самый, а статы выдаются разные. Прикольно. Здесь вес меньше, зато еды больше. Кислород 2673, вроде здесь у первого, так сказать, вмешания такой же был. А, 2619. Вот так вот, офигеть. Разные статы выдают. То есть мы, клонируя одного и того же, можем получать абсолютно разных. И это прикольно, если честно. 2673, да. Да, это прикольно. Мне это понравилось и очень даже, так сказать, неожиданно. Конечно, лучше всего клонировать кого-то из больших и так далее. Но опять-таки же, я имею, так сказать, неоднозначную любовь к мишкам. То есть мне нравится, как они выглядят. И меня они вполне устраивают. Поэтому, как бы, клонировать прайм-мишань, это вполне для меня нормально. И я, конечно, максимум еще одного клона мишка сделаю и хватит. Ну, за исключением, потом если в топовой появится, то я буду топового клонировать. Вот. Поэтому, как бы, мишки мне нравятся, как они выглядят. Поэтому, как бы, почему бы и не поклонировать их. Тем более, как бы, армиям из мишек это довольно-таки неплохо. Учитывая, что у меня есть возможность там найти, вроде где-то у меня там есть седла хорошие и так далее. Кого же вам клонировать? Это уже, конечно, решать только вам. Бер, 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 бля, 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 бля. Так, о, 261. О, 281 есть. Отлично. Два седла. Почему два седла? Потому что на красном тоже нужно надеть седло. Хорошее седло нужно надеть на него. 261, вот это вот он. Вот. И на тебе я хочу заменить на нормальное седло. Потому что это у меня, ну, так сказать, запаска была и была. Она была на альфаче, вот на этом вообще, а я потом уже этого снял на него. Вот. Собственно, вот такие вот машинки. Клонинг-машин, как работает. И аркфактори. Аркфактори это, конечно, просто читерное говнище, которое просто дает тонны сраного тучи ресурсов. И при этом ничего не требует. Включаем, и все. У нас сраного тучи ресурсов. Нам больше ничего не нужно. Не добывать ресурсов. Ничего, как бы. Конечно, вот эти, которые добывают по одничке, их будет очень мало. То есть, в основном, все остальные слоты будут забиваться теми, которые добываются по 15. Это такие, как гель, хитин, кератин, камень, дерево и так далее. Ну, кто ж вам мешает-то выкинуть лишнее. Вот, поэтому, как бы, это не проблема. Вот. Ну, конечно, то, что овощи добываются, это тоже мне очень сильно нравится. Не надо с грядками заморачиваться и так далее. Ну, и клонинг-машин. Это, конечно, очень классная штука. Конечно, здесь написано описание. Но я, в целом, почитал. Ну, так. Там больше, короче, написано. Тоже, типа, шанс то-то, шанс это и так далее. Насчет левела, кстати, я так и не понял. Есть все-таки, нет все-таки. Ну, вот, если несложно, то переведите полностью. Хотя бы примерно в двух словах напишите, что здесь вообще написано и так далее. Особенно про шансы. Потому что, честно, мой английский очень дерьмовый. Я плохо говорить по-английски. Вот. Примерно так вот. Ну, в общем, на этом все. Я уже не знаю. Вроде все показал, все рассказал. В следующей серии уже покажу, как оригинальные элементы добывать. И что вообще они из себя представляют. Все. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Конечно же, ставите лайки. Комментировать. Ну, понятное дело. Пишите свои мысли. Что хотите, чтобы я показал и так далее. Все. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Всем счастливо. И добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok